Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам мы рассказываем вам историю удивительных женщин, которые нашли себя, которые ухитряются делать деньги, делать большой бизнес, управлять гигантскими и серьезными процессами, двигать тектонические пласты, при этом оставаться мамами, женами, красавицами и, собственно, теми, кто питает все вокруг себя своей позитивной энергией. Сегодня у нас в гостях основатель и вице-президент коммуникационного холдинга ProVision Маргарита Середа. Здравствуйте, Маргарита! Здравствуйте! Расскажите для наших слушателей поподробнее, что из себя представляет холдинг ProVision и каковы ваши в нем функции? Хорошо. Холдинг ProVision – это коммуникационная группа, которая включает в себя несколько компаний, работающих на рынке коммуникационных услуг. Извините за повторы. Это пиар, маркетинг, да? Да, основное направление – это пиар, диджитал, сейчас очень сильно развивается эта сфера, и она, собственно говоря, с пиаром неразрывно стала. Ивент-маркетинг – это различные корпоративные мероприятия, презентации, да. Все то, что мы так любим. Да, да, да. И, кстати говоря, что я очень люблю, потому что, начиная с 90-х годов, как раз-таки занималась этим, училась у… Я считаю своим учителем Андрея Фомина, может быть, он не знает, привет ему, но на самом деле я училась на мероприятиях, ходила за ним и смотрела, как это вообще все делается, потому что на тот момент образования такого не было. Мне кажется, и сейчас его нет. Нет, сейчас есть уже какие-то открываются такие, ну, не факультеты, какие-то отделения ивентеров преподаются, но я считаю, что это опыт все, и у человека должна быть желание и возможность брать ответственность, потому что это сложные процессы, но вам это известно, вы много участвуете. Да, но я каждый раз, когда мы об этом говорим, в 80% случаев ты смотришь на людей, которые делают ивенты, думаешь, кто эти люди, откуда они взялись, потому что, ну, мне приходится делать за них там какую-то часть их работы. У вас как раз опыт многолетний совершенно в противоположность. Да, и я даже могу сказать без ложной скромности, что мы как раз из тех людей, за которых не нужно ничего делать, и клиенты, как правило, удивляются, приезжая за два часа на мероприятие с желанием проверить, никто, а вы что, уже все сделали, но у нас такой стандарт работы. Так вот, возвращаясь к нашему холдингу, у нас пиар-евент, есть отделение продакшн очень интересное, мы не позиционируем себя как типография или просто там сувениры, какая-то продукция полиграфическая, мы все-таки занимаемся менеджментом и креативом, то есть мы придумываем идею. Всегда в мероприятии необходимы разные рекламные носители, подарки и какая-то визуализация, декорация. Вот мы как раз-таки... Взяли это под себя. Да, предлагаем именно креатив, что конкретно нужно для решения этой задачи, а потом находим, где и как это лучше купить, сделать, произвести, заказать. Вот, также у нас есть инновационный проект, первый в России онлайн-пиар-агентство. Его мы сделали как раз-таки для тех компаний, которые не могут себе позволить, это малый и средний бизнес, который не может себе позволить сотрудничать с крупным агентством, так как мы все-таки входим в пятерку лучших, и у нас ценообразование соответственное, у нас дорогостоящие специалисты, соответственно, есть определенный уровень стоимости услуг. Так вот, для другого сектора, для малого и среднего бизнеса, который тоже должен и хочет пользоваться услугами, пиар-услугами, мы вот создали такое онлайн-пиар-агентство. И оно доступно по стоимости, там есть раздел, где мы обучаем, как правильно написать пресс-релиз, чтобы журналист это взял. Получается, пиар-интернет-магазин, да? Человек покупает некий пакет и попутно учится сам себя пиарить. Да. Здорово. Здорово, да. А правда, что это ваше любимое детище на сегодняшний день? Вы знаете, оно просто интересное, новое, потому что это из разряда интернет-технологии, но вообще у меня все любимое. И ивенты, продакшн, и пиар, и все любимое, потому что, мне кажется, по-настоящему заниматься хорошо, эффективно и долгосрочно, можно, когда ты это любишь. Если у тебя уже нет мотивации, ты делаешь это все как-то из-под палки, мне кажется, что добиться таких результатов невозможно. Но это моя такая философия. Вот. Я в компании исторически так сложила, что мы с партнером делили ответственность, и я как раз-таки курировала блок ивента продакшна, все, что касается инфраструктуры, финансов, HR. Ну, естественно, так как я начинала свою карьеру с должности пиар-менеджера, то эта область тоже мне известна, просто мы вот таким образом разделили ответственность. Ну, ничего себе, набор, значит, ивенты, финансы и HR. И продакшн. И продакшн. То есть это четыре разных образования, четыре абсолютно вообще разных видов деятельности. Как вам удалось это вообще совместить в себе одной? Вы знаете, так как мы все, кто начинали в 90-е годы, все самоучки. Не было тогда ни образования ни пиаровского, ни ивентовского, никакого другого. И, наверное, это то, что мне доставляет драйв, это интересно, когда я сталкиваюсь с новыми задачами. Я начинаю просто изучать все, что вокруг этого, привлекать каких-то людей, советоваться, консультироваться, и все это реализовывать, и от этого получаешь такое, мне кажется, даже еще большее удовольствие, когда ты сделал то, что ты раньше не знал. Вот так и с агентством. На момент, когда мы создавали с партнером свое агентство... В 98-м году. Когда все, наоборот, закрывали свое агентство. Да, именно так, действительно. Мы, кстати говоря, пережили два кризиса, 98-го и 2008-го, очень успешно, потому что лично моя философия, что кризис — это новые возможности. Я не воспринимаю кризис как фатальную какую-то историю. Всегда можно найти выходы, всегда можно подумать, как подстраховаться, как что-то оптимизировать и как выжить в этих условиях. Так я правильно понимаю, что как раз виртуальное пиар-агентство вы придумали в 2008-м году. Пока был кризис, надо было искать новые пути. Вы знаете, вообще это была идея, это была стратегическая задача, и она просто совпала так удачно. Но у нас этот проект, PR-онлайн, он существовал и раньше, но он существовал как сайт о пиаре. Мы там просто рассказывали для своих специалистов и для тех, кто этим занимается, какие-то новости размещали. Он уже существовал какое-то время в этом виде. Потом мы решили его модернизировать, что-то сделать с ним уже более интересное, что-то новое. А сколько в агентстве человек? 75. Гигантский штат. Это только московское агентство или у вас уже есть отделение региональное? Вы знаете, у нас такая политика была из 1998 года, и она себя оправдала. Мы не создаем структуры в регионах. У нас есть представители. Потому что все равно в любом случае бюджеты всех компаний крупных, с которыми мы работаем, иностранных, они распределяются и находятся в Москве. Мы общаемся с компаниями, находящимися в Москве, с главным офисом, еще с представительствами за границей, Лондон и так далее. И работа основная, менеджмент, стратегия, концепция, креатив, все делается в Москве. На местах у нас есть исполнители, которые общаются с прессой непосредственно. По пиаровским акциям. И что, для того, чтобы сделать акцию, получается, десант выезжает из Москвы? Когда нужно, есть необходимость выезжать в десант. Иногда обходимся, более мелкие проекты делаются на местах, координируются из Москвы. Но вообще мы ответственны очень, мы все равно кого-то отсылаем. Мы должны быть уверены, что уровень качества будет соответствовать тому, к чему привыкли наши клиенты. Да, по поводу образования, возвращаясь, как это все получилось. Вот на момент создания агентства у меня было, конечно, непрофильное образование, потому что его не существовало в природе. А что вы, кстати, заканчивали? Экономисты я по первому образованию. И когда мы начали уже практиковать, это, в общем-то, все существуют сейчас агентства во главе, у них стоят люди, которые так же, как и мы, годом раньше, годом позже, начали и тоже не имели образования. Они либо из журналистики пришли, кто-то вообще из другой сферы, то есть разные есть истории. Так вот, я просто... Мне предложили прийти работать в одно из агентств. Я начала свою деятельность с пиар-менеджера, сама как бы узнала о том, что это такое на собеседовании. По поводу пиар. А, даже так. Да, что такое пиар и вообще... А вас друзья пригласили? Ну да, там по каким-то контактам меня нашли, сказали, не хочешь попробовать, вот создается такая структура. То есть просто нужен хороший человек, который может доверять. Да, и который может, который, знаете, такая многорукая богиня, восьмирукая, мультитаск такой, который делает все. Подробности расскажем вам после новостей. Оставайтесь в доле, с нами Маргарита Середа. Сегодня с нами в доле основатель и вице-президент коммуникационного холдинга ProVision Маргарита Середа, 6510996, наш московский телефон. Заглядывайте на страничку Финал МФМ, в раздел программы в доле. Мы вспоминали о самом начале ProVision, 98-й год, кризис, или, а нет, еще раньше, когда вас взяли работать пиар-менеджером, пиар-агентством. А в чем функции пиар-менеджера тогда заключались? Вы знаете, это так выглядело, я сейчас как раз вспоминала перед эфиром. У нас была одна маленькая комнатка, нам любезно выделили там партнеры, компания, которая продавала компьютеры, тогда был очень быстро развивающийся бизнес. Я сидела за партой школьной, ободранной, советской, и у меня был телефон вот с вертушкой. Сейчас это трудно представить в мире развития гэджета. То есть компьютера у вас не было? Нет, компьютер появился, он дали сразу партнеры, слава богу. Но я обзванивала журналистов, человек 60, наверное, в день, и у меня под конец рабочего дня была температура, и на пальце такая мозоль от крутящейся вертушки. Но при этом мне это доставляло драйв, это было интересно, потому что на тот момент я впервые стала общаться с журналистами. То есть вам дали список журналистов, да. И надо было, знаете, говорить, а мы молодцы, приходите. Да, объяснить идею, что вот есть компания, мы тогда начинали с попсиколы, мы, в принципе, учились всему у них стандартам работы вообще, что такое пиар, зачем он нужен, как он работает, как писать, как звонить, что говорить, почему говорить, почему этому изданию так говорить. То есть, в принципе, это всё бралось от иностранных компаний. Но чем мы, русские, хороши? Мы же очень быстро адаптируемся, всё схватываем, обучаемся. Поэтому через какое-то время мы даже уже начали их превосходить. Но тогда вот на тот момент мне дали, вот есть тема, попсиколы, пресс-конференция, нужно пригласить журналистов, сделать так, чтобы они пришли, вот так-то им объяснить, вот этим интересным этим, ну и вперёд. И, собственно говоря, вот таким образом наращивался опыт и возникала компетенция пиар-менеджера. А как возникло желание создать всё-таки собственный бизнес? Да, вот мы в рамках этого агентства с моим партнёром, он был одним из учредителей, его тоже пригласили из другого агентства, а я была первым наёмным работником. То есть я была единственная работника и три учредителя. Ну, мы всё делали вместе, четыре учредителя. Так вот, мы там проработали в этом агентстве, фактически это был стартап во всех пониманиях, потому что ни финансирование особого, ни эта новая идея, новый бизнес, вообще непонятно, как было переводить даже это понятие пиар. И работали-работали, делали всё хорошо, развились, и к концу третьего года уже начались болезни роста у компании. Компания превратилась там из трёх-пяти в пятьдесят. Начались какие-то процессы, и я потом в процессе обучения на маркетинге, финансах и управлении поняла, что это нормальная ситуация, это вообще со всеми случается. Но на тот момент нам показалось, мы уже доросли до уровня руководителей отделов, дальше был только генеральный, роста не было дальнейшего. А хотелось? Да не то, чтобы хотелось, просто, видимо, не нравилось то, что начало происходить в компании. Вот лично я помню свои ощущения, для меня было очень болезненно. Как это так? Я до трёх ночи там пишу этот пресс-релиз, причесываю, вычесываю, с каждым журналистом всё там... Сю-сюка. Да, а тут пришла какая-то новая девочка и послала пресс-релиз с ошибками. То есть я, знаете, ещё будучи неопытной и молодой, воспринимала это как личную обиду. Я помню, что я, в общем-то, моё решение скорее было больше эмоционально. Ага, вот так вы взяли, всё испортили наше дело, пойду в другое место. И мы с партнёром решили открыть собственное агентство. И как раз это случилось летом, перед августом 98-го года. Но нам повезло, потому что мы были маленькой структурой, из трёх человек с маленьким офисом, то есть у нас были очень низкие расходы. Вы не потеряли в деньгах? Нам нечего было терять, у нас было 2,5 клиента, но зато мы динамично очень развивались. И когда в процессе работы, естественно, вот лично у меня возникла потребность обучаться, потому что нужно было свою теорию, точнее, наоборот, практику, подтвердить теории. И я уже пошла обучаться, ну, тогда такой... В лондонский. Да, он дистанционное обучение, я не могла себе позволить научно, потому что очень много времени занимало свой бизнес, становление. Это было Open Bridge University, там по выходным учились, давали работы, писали на английском, отправляли в Лондон. И вот как раз там я осваивала менеджмент управления финанса. Мне это помогло, потому что на тот момент должно было быть тезис направления, и дальше добираешь всё по ходу. Потом уже впоследствии закончила МГУ, факультет, потому что... Экономический тоже? Нет, пиар. А нужно было подтвердить уже свой статус, да, пиар-специалист. А как вы успевали вообще работать, учиться и воспитывать детей? Вы знаете, я когда оглядываюсь назад, сама думаю, как же я это успевала. Вот, но успевала. Могу честно сказать, что у меня есть личный рецепт, который я всем говорю, кто меня спрашивает, как же ты это успевала. Ну, во-первых, я занималась йогой всегда, потому что куда-то сбрасывать стресс, как-то концентрироваться и приходить в себя, это необходимо. Мне кажется, без практик каких-то таких или там без спорта очень сложно в этом ритме просто выстоять. Да, на это тоже нужно время. Ну да, по выходным, там, 70 километров по Новой Риге ездила к учителю в субботу, чтобы по три часа медитировать, возвращаться обратно, детей кормить, с мужем общаться и с понедельника начинать снова работу. То есть всё-таки очень важно, ну, правильно ли я понимаю, в вашем подходе, очень важно хотя бы раз в неделю, но три часа абсолютно самой себе любимой посвятить, да? Вы знаете, это был вот тот этап, да, такое решение. Сейчас я уже там освоила другие методики, и у меня есть там медитация два раза в день по 20 минут. Всё равно надо этому уделять. Не всегда получается, иногда пропускаю, но что делать? Спортом заниматься не успеваю, потому что полтора часа туда-обратно, на фитнес, и пока не успеваю, бегаю на дорожке добы. Вот. И второй момент, вот помимо практик, конечно, нужно... Я, например, у меня есть персональный коуч, я периодически прохожу какие-то тренинги, узнаю какую-то новую информацию, там, как организовать свою жизнь, что-то такое сделать, потому что... Именно коуч в плане какого-то самосовершенствования, не бизнес-процессов там... Нет, не бизнес-процессов, личного роста. Да, личного роста, потому что вот я убеждена, и это не моя мысль, это все говорят знающие люди, пишущие бестселлеры книги, что всё-таки развитие компании останавливается на уровне развития её лидера. И поэтому лидер должен постоянно развиваться. Плюс сейчас современные технологии такие, меня дети учат, как пользоваться айфоном, мои собственные, да, и у меня сотрудники такие же, молодые девушки, юноши, которые настолько хорошо этим владеют, ты должен как бы как минимум от них не отстать. Соответствовать. Да, вот, чтобы им было с тобой тоже интересно, и они тебя уважали. Поэтому я постоянно занимаюсь, и вот как раз коучинг, он помогает разрулить какие-то психологические завалы, какую-то усталость, как-то правильно распределить в жизни, там, сбалансировать всё, да, найти время, да. Найти новый ресурс в себе. Да, ресурс найти и организовать всё. У меня, например, был такой момент, я думаю, боже мой, я же управляю таким количеством людей, у меня всё хорошо, такие делают там ивенты, которые у меня нет шанса там перенести срок, да, если открытие магазина 17-го часа. Нет права на ошибку. Да, нет права на ошибку. Большие бюджеты. Думаю, почему у меня дома не совсем всё так, как мне хочется? Потом я поняла, что я должна дома выстроить ровно такую же структуру, как есть у меня на работе, относиться к этому как к работникам, не как к там людям просто, которые твои какие-то родственники, не родственники или друзья, которые тебе помогают, и соблюдать те же самые законы, там договор, прописанные, всё, что я хочу, куда что положить, как во сколько, куда прийти, кому что сказать. И что, они подчиняются? Да, вот сейчас я достигла, мне, конечно, везёт, у меня Бог всегда посылает очень хороших людей, вот, я их ценю, тоже всячески мотивирую, люблю, но вот как только я перенесла систему на работе со всеми принципами менеджмента домой, вот у меня сейчас полный порядок, дети возятся, всё готовится, покупается, стирается, кладётся, раскладывается, как бы у меня вот эта часть вопроса, слава Богу, сейчас так очень грамотно выстроена, я считаю это своим тоже таким достижением. Слушайте, ну это вообще конкретное ноу-хау, я такого ещё не слышала, а планёрки проводите? Да, вы знаете, очень редко, раз в год, да, но вот сейчас я им поставила задачу, говорю, послушайте, вот я так занята, у меня вот новый проект, я вас прошу, помогите мне, дайте мне возможность, я должна рассчитывать, что вот я приду, дети с этой одетой, я буду накормлены, уроки сделаны, все отвезены на секции, и обратно всё закуплено, ну вот у меня всё сейчас получается удачно. А как удаётся мальчиков-то мотивировать, следовать этому плану? Ведь, ну дети, особенно мальчики, 9-11 лет, это тот самый возраст, когда, ну, на себе рвут рубашку, и когда говорят, я, ты как хочешь, а я вот так хочу, и с одной стороны, они уже вроде бы как бы взрослые, доказывают свою взрослость, я послушала моему сыну 8, но вот у него тоже уже это началось, с другой стороны, они мучительно нуждаются во внимании, в ласке, в одобрении, просто даже тупо в каком-то телесном контакте, в объятиях, и у меня вот не получается менеджерить своих детей таким образом, папа. Вы знаете, детей-то я как раз не менеджерю, я их люблю, я менеджерю тех, кто их обслуживает, грубо говоря, да, и мне не очень нравится это слово, потому что у меня персонал с такой душой всё это делает, и с любовью. Помощники. Помощники, да. Детей точно нельзя менеджерить, их надо любить, и вы абсолютно правы, и я этот телесный контакт, это один из пунктов, которые я соблюдаю, обязательно обнимание, целование по утрам и по вечерам. Вообще, насколько я знаю, считается, я не помню, кто это написал, кто-то тоже известный, что человеку нужно 8 объятий в день для того, чтобы чувствовать себя комфортно, именно психологически, эмоционально. Мы даже у себя дома ввели такую традицию, и с мужем обнимаемся с детьми, когда успеваем. Восемь раз не всегда получается, но стараемся это делать. Мы говорим с Маргаритой Середой, основателем и вице-президентом холдинга ProVision, и продолжим после новостей. Это программа о сильных и в то же время в правильном, чуть не сказала, в правильном месте, там, где надо слабых женщин. Вдоль, с нами Маргарита Середа, основатель и вице-президент коммуникационного холдинга ProVision. А муж-то строится под этот менеджер? Мужа тоже нельзя строить? Нет, это однозначно. Я принадлежу к тем женщинам, которые... И вообще к людям, не знаю. Вообще никого... Любовь — это не та сфера, где нужно быть менеджером. Я так считаю, уверена, и я думаю, что многие об этом говорят и думают. Да, но почти ни у кого не получается. Особенно если ты на работе управляешь семью десертей, человеками, половина из которых мужики, а потом приходишь домой, как это? Это же не больто, которое сняло повесение крючев. Да, вот вы абсолютно правы. Такая проблема, конечно, существует. И мне просто очень сильно повезло с мужем. Мы в браке 17 лет. Он очень мудрый и спокойный человек. Наверное, консервативный. Да, однозначно консервативный. Нет, скажем так, скорее, традиционный. Да, традиционный. Хотя, наверное, сразу же оговорюсь, он настолько внимательно и хорошо, положительно относится ко всем моим увлечениям. То я аюрведой, то я еще чем-то занимаюсь. Да, он спокойно все это переносит. А к вашей безумной занятости? Куда-то улетела, потом прилетела. Да, к занятости тоже относится. Во-первых, он занимается сам бизнесом тоже. И он понимает, как бы, все правила, что есть вещи, которые можно поменять, есть вещи, которые поменять очень сложно. Во-вторых, мы когда познакомились, я уже занималась бизнесом, и сразу было понятно, что я активный человек, и посадить меня дома в клетке невозможно. И он это делает абсолютно сознательно. Он понимает, что если я буду сидеть дома, просто заниматься хозяйством, я начну заниматься самопоеданием. Будут жертвы разрушения. Да, разрушения, точно. Поэтому нам удается это все совмещать, но сказать, что у нас нет проблем или все так абсолютно, ну, это будет неправдой. И, конечно, были моменты, когда он мне говорил, выключи начальника. То есть я действительно приходила, и продолжая там голосом таким, что-то декларировала, и пыталась везде влезть, за все взять ответственность, везде поучаствовать, проконтролировать. Такое бывало. Но у нас это все мирно очень решалось. Вот. Я считаю, что... Я даже считаю, что мой 17-летний брак и наличие моих двоих замечательных детей это самое мое большое достижение. Бизнес — это все очень хорошо, важно. Это самореализация, это, естественно, финансовая, да, свобода. Но, тем не менее, для меня все человеческое, все эти ценности намного выше. Я вообще все делаю ради семьи. Ну, ради себя и ради семьи, потому что семья — это тоже для меня, я для них. А как вам с таким темпом жизни удалось все-таки родить двоих детей? Я так понимаю, даже без отрыва. Да, вы знаете... Как мы любим все происходило. Сама над этим смеюсь, вспоминаю, удивляюсь. В среду в офисе, в пятницу в роддоме. И по телефону с сотрудниками общаюсь, даю какие-то последние указания, после чего врач меня манит пальчиком, что пора вообще-то уже и приступить к делу, ради чего пришла. У меня есть ряд сотрудников, которые с нами по 10-15 лет, которые до сих пор это помнят, что она по телефону сказала, что пошла рожать. Ну, так между делом. Да, было... Ну, моложе была. Вот, говорю, помогало занятие практиками, как-то физическую форму поддерживать, все это переносить. Бог дал хорошее течение всех этих процессов, естественное. И действительно, вот в среду в офисе, в пятницу в роддоме, через три месяца выходила. То есть три месяца все-таки вам давали посидеть? Да, ну, да. На самом деле, знаете, если честно, у меня какая-то гиперответственность с детства, и вот этот срок я сама себе поставила, что я не могу оставить одного партнера, я должна выйти, там люди, которые на меня рассчитывают, они мне звонят, они переживают. Например, мой айвент отдел, он сказал, ты просто сиди, и нам уже спокойнее. Вот, приди, сиди, потому что когда тебя нет, нам вот как-то... Неуютно. Да, привыкли, что я всегда рядом, всегда можно спросить, всегда можно разрулить, что-то помочь, согласовать, вот. Но ничего, справляюсь. То же самое у меня второй, через два с половиной года родился, также посидела чуть больше, четыре с половиной месяца. Благо, современные технологии позволили сохранить некоторое время еще кормление. Вот этот процесс важный. Ну, вот как-то так. Конечно, есть сожаление о том, что не столько времени уделяю детям, сколько бы хотелось. С другой стороны, вы знаете, и психологи, и педиатры, и много кто мне уже говорил о том, что есть мамы, которые не работают, находятся дома, но детьми абсолютно не занимаются. То есть вся суть в качестве контакта. Вы можете полчаса пообниматься, послушать все там радости и печали, да, и ребенок чувствует себя, что вот мама здесь, а можете целый день находиться и абсолютно не обращать на него внимания. Сидеть в компьютере. Да, или там в интернете, или разговаривать с подружками, или ногти, собачки. Да, вот то, что как раз в том регионе, где живу я сейчас, это распространено. Вот. И у детей, вот даже я знаю, что возникает синдром Маугли. Да вы что? Да, это серьезная проблема. Очень много у богатых людей, ну, дело не в богатстве, но, видимо, потому что они могут себе позволить переключить... Давайте скажем, у праздных людей. Да, ответственность на передать за ребенка на других. Вот есть такой синдром, психологи об этом говорят, они как бы такие... Ну, не буду это, это не моя специализация. Не общительные дети, да? Или что? И не общительные, у них психологические проблемы, им трудно адаптироваться, вот когда они там приходят уже в школу, в сад, ну, потому что они, представьте, на какой-то территории своего дома, с няней, с водителем... Да, живут в тюрьме, выйти, как мы в советское время, побегать в дворе, в казаки-разбойники, у них такой возможности нет, то есть вот такой вакуум. А у вас было такое детство, да, с казаками-разбойниками? Ой, да, у меня детство. Ни с головой на деревьях. Ни с головой, падание с деревьев, на крыше с голубями, все было. То есть вот эта вот железная закалка и, с одной стороны, с другой стороны, такая мудрость и гибкость, это результат родительского воспитания? Я думаю... Это потому, что вас правильно отпускали? Во-первых, я думаю, что все от Бога заложено это раз, да, в человеке уже. Моя мама, например, увидела во мне лидера там очень рано и давала мне свободу. То есть, конечно, воспитание родителей, я считаю, огромное значение имеет, но мы тогда... Вот люди ходят в советское время, а все-таки в нем много было и хорошего тоже, когда вот сейчас нам есть сравнить с чем. По крайней мере, не страшно было ребенка выпустить на улицу. И вот я помню, что вот эта вот наша свобода, действительно, общение, самостоятельность, вот вся эта возможность принимать решения даже на уровне одного дня, помыть пол, сходить в школу или что там сделать, прогулять, все это, естественно, закаляет. Сейчас дети как-то... как-то их все ведут, ведут, им все навязывают, все дают, всякие планы разные, да. У нас было больше свободы в этом смысле. Я считаю, что это огромную роль сыграло. Но вот лидерские качества, мне кажется, они с детства уже проявляются. Я вспоминала как раз, когда коучинговая программа проходила, отмотала жизнь назад и подумала, а когда же это у меня получилось? И поняла, что на самом деле... Уродилась такая. Ну, уродилась, хотя есть такая концепция, что лидером любой может стать. Я тоже не считаю, что это прям врожденно, это можно развивать. Но вопрос в том, что все-таки лидеры, это люди, которые готовы на себя брать ответственность. Вот. Не каждому она нужна, не каждый ее хочет. И я помню, что с детства я всегда была в пионерской звездочке, там, октябрятской, самым главным октябренком, самым главным пионером комсомольской организации школы, бегала в баскетбол за честь школы, плясала там на всяких фестивалях. То есть меня пихали, потому что я не отказывалась, а я как бы не отказывалась, брала ответственность и делала. Ну, и это активно использовалось, там, ведение собраний без микрофонов. И вот так оно и пошло, что вот как-то командные функции такие, они как-то с детства у меня сформировались. В том смысле, не команда как власть, а в том смысле, что я могу организовывать процессы. Мотивировать людей. Да, и людей мотивировать, как-то соединять, сподвигать их куда-то. Оказывается, что это вот уже началось очень-очень давно. А вот вы, интересно, вы сказали, когда муж говорит выключен начальник, сложно это делать, потому что хочется самому участвовать во всех процессах. А несколько ранее вы сказали, что вы занимались в компании и сразу вот огромным количеством разных вещей, HR, финансы, да, напомните, ну, и венты, и продакшн, да. То есть, ну, абсолютно. Получилось ли там как-то делегировать полномочия? Конечно. Это же на разрыв. Ну, я проходила все процессы, как проходят все, не знаю, там, управленцы, менеджеры, руководители, бизнесмены. Все обучение происходило по ходу. Конечно, сначала делегировать было очень тяжело, потому что, когда ты знаешь... Мы же как привыкли. Хочешь, да, хорошо, делай сам. Было тяжело. Потом, когда поняла, что это уже невозможно, либо начнет страдать уже все остальное качество, ты не можешь управлять количеством людей большим, чем можешь. Начала учиться, обращаться к специалистам, вот как раз там коучингом, какие-то тренинги, смотреть, как же все-таки, что это такое делегирование, как его себе позволить. Потом пришлось себя ломать, в каком-то смысле, ну, не ломать, а уже начинать делать то, чем у тебя научились. Выключать одного начальника и включать другого. Да, включать другого, да. А все-таки делегирование, оно очень сильно связано с доверием. То есть нужно доверие развивать, тогда у тебя есть шанс сделегировать что-то. Сейчас у меня... Доверие надо же тоже как-то, чтобы человек заслуживал доверия. Правильно, тогда нужно правильных людей выбирать, проверять, обучать их, давать им... Нужно же сначала дать знание, что потом требует человеку, что сделай вот так и вот так. Вот. Ну, вот через все эти этапы прошла, теперь зато могу обучать людей тому же самому. Говорю, что была в такой же ситуации, так же, как вы, хотела все сделать сама. Вот. Ну, поняла, что надорвусь, соответственно, научилась и у вас эта перспектива тоже. Но вы до сих пор участвуете в выборе людей, то есть в подборе персонала или уже... Да, вы знаете, вот вообще кадры это все и люди это все. И любой бренд, любая компания это люди. И... А тем более в нашем бизнесе, в креативном, интеллектуальном, да, где у нас там не уровень компьютера, хотя это тоже имеет значение, а именно уровень образованности, кругозора, желания работать, мотивации, персонал, он влияет на результат. Очень много личных качеств. Конечно, да. И, соответственно, мы считаем это важной очень задачей, поэтому первичный отбор идет на уровне HR, но все-все должности, начиная от среднего менеджмента и выше, всегда собеседуем сами, утверждаем. Нам очень важно... У нас... следим за... в коллективе, за настроением. У нас вообще, как бы, больше тяготеем к такой... Ну, не домашней, семейной, тем не менее, у нас такие достаточно демократичные, близкие отношения эмоциональные в команде. Дресс-ход есть? Отдельно. Сейчас вернусь к этому. Всех почему-то это пугает, так на самом деле. И мы следим за этим, за всем, что происходит. Соответственно, когда мы выбираем человека, мы тоже смотрим, вольется ли он в команду. Потому что все-таки у него должны быть похожие ценности. То есть мало быть блестящим специалистом с хорошим опытом. Да, конечно. Ты можешь просто в команду в это не попасть. Другой стиль работы, другой стиль... Ну, пожалуйста, есть другие агентства в нашем вот так. По поводу дресс-кода, я не знаю, почему-то всех это так пугает. Я вот помню, что когда мы начинали бизнес, нам как раз это помогало, что есть определенные правила, ты можешь их взять и уверенно себя чувствовать, придя на встречу в банк или придя в Псиколу или в Икею, как бы соответствовать тому, как у них это принято. Нам это помогало, и я в этом ничего плохого не вижу. Сейчас молодежь в этом видит какие-то ограничения. У нас какое-то время был дресс-код, но он был просто как рекомендатель. Потом рекомендательные всякие там вещи, потом он у нас немножко, мы про него забыли, вроде бы все хорошо, правильно все делали. Вот. И сейчас мы возвращаемся к этому. Объясню, почему. Старые стандарты все ушли, а новых никто не придумал. И люди просто не знают, от чего мы отталкиваться и путаются. И это им мешает в работе. Продолжим. С нами основатели, вице-президент коммуникационного холдинга ProVision Маргарита Середа. Про дресс-код все-таки, почему пришлось его обратно вернуть? Потому что, вот как я уже пыталась сказать до новостей, что старые стандарты все умерли, которые были там в советское время, которые появились, когда бизнес начал развиваться, к нам пришли стандарты европейские, white tie, black tie, и вообще, как куда ходить, и в чем. И сейчас, тем более, молодежь как бы создает свои неформальные какие-то течения, у них своя культура, но когда ты приходишь на работу, и ты должен произвести определенное впечатление на клиента, к которому ты пришел, а клиенты у тебя не всегда какая-то демократичная компания, как Икея, а это может быть банк, где все в галстуках, и нужно как-то соответствовать ситуации. И, к сожалению, кого-то не научили, кто-то не уделяет этого внимания, кто-то считает, что не наступайте мне на горло, я так самореализуюсь, ради бога, но на работе должны быть все равно какие-то рамки, поэтому... Сопротивляются, да? Да, сопротивляются, но вот мы сейчас делали, вот еще не ввели, собираемся ввести как раз презентацию, которая имеет именно рекомендательный характер, и какие-то основные ошибки, вот как их избежать. И все это позиционируется таким образом, что мы вам помогаем просто, чтобы еще лучших результатов и могли достичь, там, и в карьере, и в работе, и так далее. Это такая вот помощь. Ну, посмотрим, как пройдет. Вы ведь не только учитесь всю жизнь, и у вас есть коуч, но вы и сами выучились на коуча. Зачем вам это понадобилось? Вы знаете, вот когда начала обращаться к коучу для того, чтобы реализовывать какие-то свои задачи и проекты, потом мне просто это очень понравилось. Я поняла, что это универсальная такая штука, которую можно применять как на работе дома, с собой, с друзьями, с детьми, со всеми. Плюс у меня, вы знаете, я такой, по сути, своей чип-н-дэл, который всегда бежит на помощь. А здесь мне дали инструмент реальный, каким образом помочь. Не только быть подушкой, подружкой и жилеткой, да, а вот как человеку чем-то помочь, словом, не знаю, что-то ему рассказать, объяснить, как-то разрулить с ним, что-то предложить, чтобы он решил свою проблему. И у меня это как бы такое, как сказать, дополнительный общественный нагруз, который я сама себе взяла. Вот. Я закончила, есть такой университет коучинга, проходила там годовую программу, да. Вот сейчас, я, конечно, не работаю консультантом, но консультирую всех, кто ко мне обращается на работе, да, и друзей, и мне очень нравится, когда люди приходят ко мне с результатами и счастливыми глазами и говорят, вау, я это сделала, класс. А на клиентов можно так воздействовать? А вы знаете, ну коучинг вообще сейчас даже в пиаре это слово фигурирует и везде, что задача-то хорошего агентства и профессионала не исполнителем быть, а наставником и консультировать потребности клиента. Вот. А коучинг в этом смысле очень помогает. Плюс, допустим, с персоналом, да, вот, ситуация. Уровень потребностей клиентов постоянно растет, у тебя постоянно должен быть персонал, который этому соответствует. Образование у нас все знают какое. 20 процентов, я вот была недавно в Сколково там на программе Be Executive, там как раз выступали очень такие люди известные, как сказать, авторитетные, и как раз там говорила статистика, что у нас сейчас 20 процентов из института студентов не соответствуют, их вообще невозможно брать на работу, потому что у них уровень образования ниже, отсутствует, да. Вот, поэтому приходится как обучать людей основным компетенциям, так и коучить их по разным темам, как вообще, как жить, как работать. То есть, правильно ли я понимаю, что даже когда сейчас вы нанимаете человека на работу, вам скорее важны его личные качества, его потенциал, а не опыт, умения и прочее, да, то есть научить можно, а вот надежного человека найти сложнее. Вы правы, скорее, да, потому что у нас вообще политика компании растить своих, свои кадры растить, то есть брать на начальном этапе, у нас вот первый, кто приходит к нам на должность меди-менеджера, это выпускники вузов, пиаровских факультетов, либо журналистики, либо они приходят уже заранее, самые умные, на втором, на третьем курсе, начинают проходить практику. Так вот, у них есть только набор теоретических знаний, и вообще никакой практики как-то применяется. И, соответственно, начинаешь их учить, то есть нарабатывать их основные. По факту, они приходят с нулевыми компетенциями, они, возможно, у них есть, но еще предстоит проверить, соответствуют ли они нашему уровню. И вы готовы брать таких людей на работу? А мы их и берем, и учим, и обучаем. А потом они открывают собственные агентства, конкурирующие. Вы знаете, чтобы открыть собственные агентства, нужно быть лидером, брать ответственность, нужно финансирование. Это кажется так все. Там в 90-е годы мы на халяву проскочили, 10 тысяч долларов скинули, сняли маленькие офисы, думали о том, наедут на нас бандиты, не наедут, или нас никто не заметит, да, и вообще, как коммуницировать с налоговой, и так далее. Сейчас все намного сложнее. Но с другой стороны и прозрачнее. Прозрачнее, что-то сложнее, что-то проще. Вот лично я этого сейчас не боюсь, но не так много людей найдется, которые вот прям готовы завтра пойти и все это организовать. Это все-таки, ну, вы приглашаете людей, вы должны гарантировать им, что они в ближайшие полгода, год там, два и три, вообще будут получать свою зарплату. Обеспечены будут работой. И финансовой безопасностью. Ну, вот это, кстати, действительно интересно, ведь агентства, особенно ивент-агентства, ну, и пиар тоже, как собак нерезанных, как грибов после дождя, какое количество было, и были какие-то достаточно заметные, яркие, с большими, красивыми мероприятиями, но 15 лет продержаться на этом рынке, это, ну, воистину чудо, да, то есть это какая-то, из ряда вон выходящая история, потому что очень много похоронили агентств. Даже таких потенциально, ну, казалось бы, вечных и могучих, и все такое. В чем секрет? Почему так долго удается держаться на плаву? Вот смотрите, у нас, во-первых, политика, мы работаем с иностранными компаниями, мы не работаем ни с частными лицами, ни с какими-нибудь днями рождениями, и свадьбами, один момент, то есть у нас всегда, мы выбираем партнеров гарантированных, и нас выбирают такие же. А во-вторых, мы как бы стараемся над своим креативом, и не только креативом, придумать идею безумную, много кто может, а вот как ее реализовать? У нас баланс и того, и другого, поэтому клиенты долгосрочно с нами, те, кто с нами, может быть, работали там 8 лет назад, потом куда-то шли, потом опять пришли, нас помнят, в общем, мы работаем и над качеством. По поводу закрытия, вот как раз-таки агентства, которые, знаете, возникают там, ну, кто-то с кем-то договорился, не создал структуру серьезную, у него нет, например, оборотных средств для того, чтобы реализовать проекты, вы знаете, да, какое огромное количество денег нужно, чтобы там снять залы, фуршеты и так далее, как по факту... Конечно, как правило, сначала это твои деньги, и все это погашается после. А сейчас возвращают еще через 6, 60-90 дней, то есть постоянно всех авансируешь. То есть это должна быть серьезная структура с продуманным менеджментом, с финансированием, с бизнес-планом, с юристами, которые отсматривают твои договоры, чтобы твои подрядчики не взяли деньги там и не кинули. Ну, много всего, помимо просто креатива и идеи, что тоже очень важно. Ну вот как-то мы вот так за этим всем следим и выживаем. Я знаю агентства, которые там, не знаю, создают ИП, с ними клиенты потом не хотят работать, потому что у них нет НДС, это чисто такая уже бухгалтерская история. Потом им не доверяют бюджет, но, например, какая-нибудь крупная компания не захочет переводить несколько миллионов на ИП, там, Вася и Иванов, да. Естественно, они пойдут в бренд, в какую-то компанию, которая уже себя зарекомендовала. А как вы работу с клиентами выстраиваете? Они к вам приходят или вы их заманиваете? По-разному бывает. Ну, вы знаете, мы, к счастью, дожили до такого этапа уже давно, когда к нам очень много входящих тендеров. То есть нас приглашают для участия в тендерах. Все-таки тендера. Ну, когда-то без тендера просто мы с вами, когда-то с тендером по-разному бывает, да, но мы готовы, это наша ежедневная работа, мы постоянно должны конкурировать, постоянно поддерживать свой уровень. Не всегда мы выиграем, очень часто мы выигрываем, особенно того, кого хотим. Мы тоже как-то избирательно относимся, нам интересно работать с крупными компаниями, с интересными, ну, не обязательно крупными, это может быть интересный проект. Мы уже имеем такую наглость отказываться от того, что нам. Кажется, неинтересно. Да. Бывают входящие тендеры, которые мы стараемся выиграть, предложив клиенту хороший продукт, придумываем, все просчитываем и так далее. Здесь такая честная конкурентная борьба. Кто-то сам нам говорит, что вот я с вами столько лет, и вот дальше и буду продолжать. Это как раз-таки вот эти долгосрочные отношения, которые наращивались годами, и все это... И особенно ценные, поэтому. Люди в нас уверены, и нам это приятно, они знают, что мы не подведем, что всегда найдем какое-то решение, всегда что-то сделаем. Это очень ценно. Ну, заманиваем, не знаю, в принципе, такого не было, чтобы мы кого-то заманивали, можем просто сами инициировать, пригласить нас тендер. А так все достаточно хорошо в этом смысле, в поиске клиентов. У нас нет холодных звонков и там беготни по офисам. Ну да, если вы входите в пятерку лучших компаний в стране, понятно, что, скорее всего, все приходят сами. Чего вам не хватает для, не знаю, для ощущения полноты жизни, для счастья, грубо говоря? Знаете, недавно у меня такая осенила мысль, как, где Гундарь, помните, играет, как этот фильм назывался? Что вы ждете еще от жизни? Я жду ребенка. Не знаю, вы знаете, у меня сейчас вот есть, у меня замечательный муж, замечательные дети, как-то удается сбалансировать все-таки и найти свободное время, вместе поехать отдохнуть. Бизнес есть, люди есть, друзья. Даже, наверное, у меня все есть, не всего хватает. Счастливая женщина Маргарита Середа, основатель колдинга ProVision, была с нами вдоль. Спасибо.